Роскошное издание, спортзал для своих, зарплаты по несколько миллионов рублей. Так, руководитель пенсионного фонда Бурятии в 2017-м заработал около 8 миллионов. И это еще мало. В 2016-2015 суммы в расчетках Евгения Ханхалаева доходили до 9 миллионов. Как видим, эти государственные мужи деньги считают. Хотя пенсионный фонд и госслужба не считается. Просто большая бухгалтерия. Поэтому пропажу нескольких тысяч заметили сразу. И взял их не кто-нибудь, а инвалид. А еще единственный сурдолимпиец из Бурятии. С рождения я не имею слуха. У меня нет обеспеченных родителей. Все детство я провел в интернате. А еще прославил Бурятию на весь мир. Стал бронзовым призером сурдолимпиады. Доказал, что нет ничего невозможного. Но, видимо, этого чиновникам пенсионного фонда мало. Районный суд установил, что ЦЭС 2013 года являлся получателем ежемесячного дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией. С 2013 по 2018 год ЦЭС периодически заключал срочные трудовые договоры. Однако о данном обстоятельстве в Центр не сообщал. В связи с чем ему безосновательно продолжалось выплачиваться дополнительное материальное обеспечение. Проще говоря, выдающийся спортсмен посмел не просто получать пособие, а еще и иногда подрабатывать. Вряд ли в его расчетках была такая же зарплата, как у руководителя пенсионного фонда в Бурятии. К слову, Евгению Ханхалаеву можно было отдать парню всего один свой месячный заработок, чтобы покрыть все то, что он успел подзаработать за пять лет. Несомненно, наши паралимпийцы и сурдолимпийцы – пример мужества и несгибаемой воли перед обстоятельствами. А вот какой пример подает пенсионный фонд, взыскивая с них крохи?